Приветствую вас, и начать нужно с того, что сказать так. Изначально мы рождаемся и являемся любимыми, безусловно. То есть нас любят за то, что мы есть, нас приучают к тому, что мы любимы, что мы важны, что мы ценны, делают это родители. По помощи мы сами считаем себя таковыми и строим свое поведение, исходя из этих постулатов. Что мы любимы, что мы прекрасны, что мы уникальны и так далее. Соответственно, в вашем случае, вероятно, вот эта цепочка нарушена. И изначально вам не дадали ощущение любви. То есть в свое время, в ваше время, подходящее время, вам не дали той любви, заботы, тепла, которая вам была нужна. В результате вы теперь страдаете отсутствием любовью к себе. И вам необходимо пройти вот это заново. То есть заново получить ту любовь, которая вам нужна. вау. Значит, что для этого можно и нужно сделать? Ну, во-первых, это, наверное, некий образ. То есть вам необходимо взять образец женского поведения, который бы вас устраивал во всех отношениях, и начать следовать ему. Начать поступать так, как поступает этот образец. То есть, по сути, начать подражать. Подражание, оно даст вам возможность наладить какой-то алгоритм поведения вообще, наиболее для вас приемлемым. А после, постепенно, постепенно, преломляя через себя вот это вот, вы будете выстраивать уже собственный алгоритм поведения, уже собственную линию поведения, тем самым проявляя себя уже как индивидуально, как лично. Но нужен базис. И этот базис вам предстоит выбрать. Дальше. Дальше необходимо определить, что вы, собственно говоря, вообще хотите. То есть, вот как и у вас, желание, стремление, цель. И начать этого добиваться. Через достижение вот этих моментов, через выполнение задач, которые вам важны, вы будете чувствовать, что вы успешны, что вы достойны, что вы что-то можете, что-то значите, чего-то добились. И это вам внушит уверенность в себе, а значит, ситуация будет нормализовываться. Следующее, о чем нужно поговорить, это детско-родительские отношения. Поскольку изначально мы сказали о том, что у вас есть недобор любви, то этот недобор любви, соответственно, имеет свои корни в детстве, в отношениях с родителями, и, возможно, окружающих вы воспринимаете в контексте этих самых родителей. Либо в реакционном поведении на них. Вот с этим нужно разобраться, понять причины во поведении ваших родителей, почему они относились к вам так, а не иначе. Установить личные границы во взаимодействии с ними, хотя бы в ретроспективе. То есть, понимаем, почему родители так себя ведут, понимаем, чем продиктовано их поведение, их отношения, их оценка в вас, а после этого понимаем, чем ценны мы сами, что истинно, а что ложно, что правдиво, что надуманно. И вот то, что надумано, мы отделяем. Только здесь в том, что родители воспринимаются детьми как истины в последней инстанции, по крайней мере, до определенного периода. И вот это необходимо проработать. Потому что, скорее всего, то, что внушили вам родители, и то, что у вас сформировалось в реакции на поведение родителей, является отчасти результатом неправильного восприятия их поведения и непонимания мотивов, того, почему они так поступали. Поймем мотивы, поймем их поведение, сможем скорректировать себя и свои представления о себе. Далее. А далее, говорить можно о, как бы сказать, о самосознании. Самосознание штука довольно-таки интересная в том плане, что делится она на три уровня. И на каждом уровне вам необходимо отделять себя от других людей. Понимать, чем вы сильны, какие у вас сильные стороны, какие слабые. Развивать все сильные и минимализировать эффект от слабых. Начать стоит с природных, с того, чтобы вы оценивали себя физиологически с точки зрения, понимали себя, правильно воспринимали свои ощущения, свои переживания, свои эмоции, свои чувства, желания. И отдавали себе отчет у них. На социальном уровне необходимо понять, какие бы роли вы хотели играть. Какие бы роли вы хотели выполнять. И стараться к этому стремиться. Выполняя роли максимально хорошо, максимально полно и так далее. Общение с людьми. Есть обмен знаком. Если вы хотите понять себя на социальном уровне, нужно общаться с другими людьми. Так вы лучше узнаете себя, потому что получите с их стороны оценочное осуждение. Не стесняйтесь спрашивать, как, например, они оценивают то, что вы делаете, если вам это важно. Но перед этим обязательно спросите себя, а вы сами, как видите то, что вы делаете, как видите то, что, например, свой внешний вид и так далее. Как вы его воспринимаете объективно. Не с точки зрения вот того, что вам вкладят и того, что вы боитесь этим. Это мы пока оставим. Именно с объективной точки зрения. Стараемся, думаем и учимся воспринимать себя адекватно. Ну, а то касается третьего уровня, то здесь можно говорить лишь в общих чертах, потому что сначала можно два эти уровня пройти. Здесь момент в том, чтобы вы осваивали культуру, культурные ценности, стремились к каким-то идеалам, защищали их, отстаивали и так далее. То есть тут нужно определить ваши ценности, собственно говоря, вообще. Что для вас ценно, что для вас идеально, что есть хорошо, что плохо для вас. И вот в этом контексте воспринимаем мы вам мир и действуем, несмотря ни на кого и ни на что. Также ориентируясь с помощью своих целей и задач. Вообще-то говоря, все лучше сказанное, это лишь выжимка из того, что вам нужно сделать, потому что желательно, конечно, работать с психологом, но если такой возможности нет, то постарайтесь самостоятельно воспользоваться этими рекомендациями, они вам обязательно помогут. На этом все. Надеюсь, что вы почерпнули много полезного. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...